Итак, сегодня мы на тест взяли вот такое вот устройство. Это паровая швабра, но не просто швабра, а швабра 9 в 1. То есть 9 всевозможных насадок и способов почистить все с помощью пары. Не знаю, приглянулось ли бы мне эта швабра, если бы это был не Black & Decker. Нет, наверное, я не люблю паровые швабры. Но я увидел здесь значок Black & Decker. Для меня это уже повод присмотреться к этому продукту. Потому что эта компания не будет делать просто так тот или иной продукт. Это все продумано. Поэтому с удовольствием и с нетерпением жду, когда я сейчас начну ее тестировать. Еще забыл сказать, тестировать я буду не один. Я обязательно приглашаю к себе, вот она сейчас находится там, свою жену Надежду Числивенко. Потому что она как женщина должна в первую очередь как женщина оценить, что это за продукт. Ну а я уже с технической точки зрения покажу и расскажу, насколько это круто или не круто. Все, поехали. Вот теперь поехали. Скажи мне, скажи мне, как называется? Что? Вот это? Как называется, да. Это называется паровая швабра. Но кроме швабры, кроме мытья полов, она еще может выполнять 8 других функций. Короче, ее здесь много. Все, я все поняла. Смотри, целая коробка. Если она сейчас умнее, чем я, я расстроюсь. Швабра должна быть умнее, чем я. Я должна с ней справиться сама. Пока мне страшно. Так, ну вот посмотрите, сколько здесь всего много есть. Подожди, это еще не все. Тут еще вот такая маленькая насадка, вот такая насадка, щетка, вот такие насадки, еще тряпочки. Еще вот это вот для мытья стекол, смотри, по-моему, да, такая вот похожая. Ну, видимо, да, сейчас будем разбираться. Удлинительная штанга, естественная инструкция. Слушай, ну это прямо космическая система целая. Ну, да, пока все это выглядит странно для русского человека вообще, да, паровая швабра и куча шлангов. Давай ты сам будешь пробовать, а я буду снимать. Давай, сразу вот с чего я хочу начать, это, наверное, приделать штангу уже, чтобы увидеть эту самую швабру, да, о которой мы так долго говорили. Какая же она современная паровая швабра? Вот она. Шнур. Шнур у нас здесь, ну вот смотрите, раз метр. Ну вот предполагается же, что я его несу с собой, правильно, поэтому важно, сколько он метров. Да, 4 метра, ну больше 5 метров, тут шнура-то вон, целая куча. Он тяжелый. Ну да, вес он имеет, но это, там, не знаю, полтора килограмма, наверное, что-то тут весит такой, да. Ладно, давай заправляйте. Давай, давай, не, давай, сейчас сразу же я... Опа, да. О, это вот та штука, которую можно присоединить потом к перчатке. Да, то есть на кнопочку нажимаете, она откидывается, раз, вы ее забираете. И уже пользуетесь отдельно. Здесь регулятор, ну естественно, да, максимальной, минимальной подачи пара. Да, сюда заливается вода. Все просто на самом деле, бак не снимается, заливается прямо сюда. Посмотрим, насколько это удобно, такая горловина, когда будем заливать. И вот здесь вот, видимо, включается. Да, так вот мы без инструкции. Насколько это понятно и доступно. Мне кажется, все понятно и доступно. Залили, включили, включили, и все, и пошли работать. Как присоединяются насадки, пока не знаем. Сразу вот вижу, соединяю отверстие, смотрите. Раз, все присоединилось. И это вот такая вот перчатка. Вот, это то, о чем я говорила, да. Перчатка, через которую будет, видимо, подаваться. Да, да, да. Вот давай с нее начнем попробовать. Это самое, я такого не видела никогда. О, смотрите, да, то есть вы предполагаете. Давай посмотрим, как это работает. Прямо сразу, да, не будем остальное ничего показывать. Прямо вот начнем с самого интересного, с перчатки. Давай. Все, начинаем заливать воду. Поскольку никакого стаканчика в комплекте нет, наверное, предполагается, что можно заливать прямо из крана. Поэтому из крана прямо я и залью в эту горловину. Смотрим, насколько это удобно. Заливаю я очищенную воду. Поскольку вода будет нагреваться, это всегда связано с отложением всяких осадков. Поэтому паровую технику лучше всегда очищенную все заливать. Даба она прослужила долго, вечно. Можно даже сказать. Что будешь делать? Хорошо, пойду подключу к розетке. Так, давай. Сразу, то есть залили воду, подключаем к розетке. Сейчас у меня дома будет чисто. Загорелась лампочка сразу же, да. Это как бы говорит о том, куда нужно посмотреть сейчас. Это очень хорошо, да. Нас ведут логики. Посмотреть сюда и выставить, что мы хотим. Ну, что, с максимальной мощности начнем сразу, да? Сразу. А что это такое максимальное? Сразу будет понятно, что такое минимальное. Представляете, какое устройство, да? Сейчас я буду своей... О, о, быстро! О, мгновенно! Быстро. Ну, смотри, подкапывает чуть-чуть сейчас. Но это на первых парах у всех отпаривателей. Ему сейчас надо набрать нужную температуру. Тебе не горячо? Нет. Покажи руку. Нет, нет. Покажи руку. Что? А, вот это? О, о, о. Вот они, смотрите. Трубочка выходит. И здесь форсунки с паром стоят. Да, которые выходят потом вот этим, по этим же лобкам и в разные стороны через тряпочку расходят. Запотела, посмотри, запотела. Да, мощно. Привет! Запотела, да. Ну, и смотрите, капельки есть, но поскольку здесь тряпочка, она должна быть немножко влажная, то, видимо, это нормально, да, для данной конструкции. О, какая тепленькая. Тепленькая. Ух! Тепленькая, а пары много. Сразу видно. Так, ну что, давайте вот кухонный стол, да, на котором мы разделываем... Ой, а по-моему, мне потом над плитой, где жирно... жир у меня на кухне. И вот так вот мы вводим, да? Ну, и что? Покажи, сейчас тряпка должна стать грязной, или что должно произойти? Да, вот сейчас, сейчас мы на... Я не знаю, я не знаю, я первый раз это устройство держу в руках, в прямом смысле слова сейчас. А что, сейчас пар идет? Вот здесь, кстати, вот здесь я, кстати, заметил... О! О! Нет! Да? Нет, этого не может... Нет! Это твоя кухня. Нет, Леша, мне это стерильно. Все знают, что у меня дома идеальная чистота. Посмотри на наш этот фильтр, посмотри на него. У меня идеально чисто все дома. Посмотри, вот сюда будет. Ребята, у меня очень чисто дома, я люблю убираться. Это не может быть. В уголочке, в уголочке. Но это фантастическая, конечно, вещь. Я даже... А, то есть ты просто все поверхности подряд трешь? Ну, как тряпочкой. То есть это тряпочка... Боже, не показывай мне ее! Ну, ты понимаешь? Какой позор на всю страну. Ты понимаешь? Залезли. Да у меня чисто дома, ребята. У меня, смотрите, сколько средств. Нет, нет, нет. Это не твой позор, это, мне кажется, триумф вот этого аппарата, который мы с тобой распаковали, к которому так пренебрежу. Так, протри мне тогда духовку и микроволновку. Вот давай тогда все, что ты видишь. Ну, смотри, тут, как вы понимаете, да, вы можете отпарить все, всевозможные поверхности. Можете зайти... А попробуй... Подожди, давай вот сюда. По раковину давай. Вот, смотри, весь желтенькое. У меня все чисто. Слушай, ну только ради вот этого. О-о-о-о! Это реально! А здесь, кстати, в раковине всегда скапливаются вот эти жировые такие по бокам отложения, которые очень трудно потом... Здесь вы взяли, но это... Слушай, ну это классно. Вот это действительно генеральная уборка, да? Когда ты делаешь... Вот убери руку, дай посмотрю, смотри, какая разница. Вот я здесь мыл, дай сейчас специально показать. А там... Классно. Слушай, ну вот первая вещь из этого набора... Мама, нет, нет! Мне тут не чисто тут! ...которая уже меня впечатлила. Давай. Гениальная просто вещь. Берем вот и раковину тоже. Все здесь вот так вот отмываем, да? То есть я... Сейчас будет чисто. Да, то есть вот эта рука, это... И там пал. Основная фишка. Ну, тут, да, у нас как-то... Основная фишка. И мне, знаете, что понравилось? Это модель швабры. Да, и когда я... И здесь тоже смотрю, да? Вот смотри, казалось бы, да? Чистая раковина. Вот это меня поражает, конечно. Берешь чистую тряпку, идешь с мыслью, что у тебя дома чистота и красота. Здесь вы все протираете. Без моющих средств. Там микросибра. Что еще, что еще тоже очень приятно, что никаких моющих средств. Пар. Натуральная вода. Вот здесь тоже вот, да? Хочу обратить внимание на гибкость руки и движения. Я вот это очень оценила, когда делаю уборку. То есть вы рукой все продаете? Да, есть ощущение, что у тебя просто в руке тряпка. Мне это понравилось, потому что со стороны кажется, что... То есть, ну, даже вот стены здесь, да, можно протереть. Здесь вот от пасты он остается, что... Ну, это лишь генеральная уборка. Это не каждодневная, я еще раз говорю. Но это классно. Это очень быстро. Вот что я бы сказала. Это очень быстро и очень качественно. Вот это я сделала открытие для себя самое главное. Леш, знаешь, хочу... Давай в кафель попробуем. В кафель, вот тогда переходим туда. Сейчас попробую для левшей как. Подойдет или нет? Просто мне тут нужна стену для левшей. Я вот хочу вот сюда. Ты можешь залезть? Ну, да, а что, тут она двусторонняя рука. То есть, для левшей и для правшей подходят. Ну, все, давай уже мой кафель стены. Все, 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 все. Сюда подношу. Вот она пошла. Вот. Кажется, идеальный вид. Прям сделан здесь вот в уголочках. Мне, давай, 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 туда, 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 туда. Мои звездковые налеты. Вот, 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 вот. В швы пролезть можно. Ой, ну, да, это, конечно, что-то с чем-то. Это перчатка. Да. Вот так вот пролезаем. Вот, Леша, мишу, пожалуйста, не обходи стороной. Порезем. И самое главное, мне нравится, что там сейчас работает не только пар, но и тряпка от микрофибры. А об этом, Леша, ты знаешь, вот не забывай. Потому что очень часто уборка становится клёвкой просто за счёт волшебной тряпки. Здесь и тряпка. Да, вот здесь вот смотри. Ну, и ванная тоже, да, налёт, где скапливается. Чего мы тут не делаем. И тоже эта перчатка здесь. А тряпку, как ты думаешь, можно потом стелку забросить? Так я же вручную же, конечно. Да, там причём даже есть инструкция. Вот она, смотри. Вот. От 140 фаренгейта до 60 градусов Цельсия. Не гладить, стираем в машинке. Всё. Всё понятно. Вот она, эта тряпочка. Ну и понимаете, да, что мы тут ванную тоже всю очищаем. Класс. Генеральная уборка. Быстро, легко, чисто. Мне нравится. Мне понравилось. И профессионально. Ещё надо потом в гараж спуститься. Ну-о-о-о. У меня вопрос, а как помыть тряпочку? Она такая грязная, я хочу протирать чистой поверхностью. Так, всё, смотрите, мы теперь ставим этот аппарат. Мы отключаем его. Очень хорошо, что можно его выключить, что он не постоянно подаёт пар. А, то есть ты сейчас его отключил? Да. Отключил, сейчас остатки пары выходят. Снимаешь. Не снимай. О, видишь, такой язычок здесь. Удобно снимать? Да, удобно снимать, удобно надевать. И реально рука, ну, еле тёплая такая. А что это за материал по ощущению? Зимой можно греться. Как штаны, как... Что это за материал? Ну, это сеточка. Это 3D сетка такая называется. Она, которая отводит как раз вот пар очень хорошо. Вот она, видишь, она такая там несколько слоёв. Сделана, подожди, 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 да, я посмотрю. Я тебе говорил. Очень. Это Black & Baker. Да. Да, вот это мне... А вот давай здесь посмотрим. Это, скорее всего, силикон. Силикон очень хорошо противостоит как раз вот теплу, да. Вот здесь похоже что-то на силикон. Так, ладно, давай, постирай тряпочку. И давай дальше проводить уборку. Вот она, тряпка, ну, тряпка, естественно, из микрофибры. Из микрофибры, да, ну, понятно. Лучшая ткань на свете. Что же ещё тут может быть? Придумали, друзья мои, японцы микрофибры. Микрофибра, конечно, рулит. Она сейчас взорвала вообще мир. Это и фиксирует, и одежда, и вот эти тряпочки домашние. Я как эксперт по тряпочкам, уверяю вас, микрофибра это круто. Ну, то есть белой она была в последний раз. Я вот сейчас, знаешь, что хочу прокомментировать, Лёш? Какую грязь она должна была собрать, что она настолько загрязнилась, что понадобились даже специальные средства. Я к чему это говорю? Что, друзья, кроме шуток, уровень чистоты в моём доме достаточно высок. Я вас уверяю, я люблю моющие средства, я люблю разные экологичные моющие средства. Поэтому я удивлена сейчас. Да, теперь вот давай посмотрим. Я попробовал помыть её руками. Естественно, она не отмылась, поскольку там жирные пятна. Ты гнул её чем? Средством для посуды. После уборки на кухне ты помыл её... Прямо средством для посуды. Никакого порошка, ничего. Вот у меня тут стояло средство для посуды. Причём у меня экологические средства для посуды, где содержание... И, ребята, у нас отключили горячую воду. А, кстати, да. Здесь ещё и холодная вода. Это, кстати, да, вода ледяная, это правда. И отмылась тряпка хорошо, да? Да. Вот, пожалуйста, вот вам и Блэкен Дейкер, да? Вот вам и хорошая вещь. Это перчатка. Мне она понравилась. Мне понравилось ощущение от неё. Она... Ну, в общем, я всё поняла. Это не легкомысленный убор лишь, убоя предмет. Это профессиональная уборка. Я думала, что это какая-то швабра. Да, я поняла. Это, знаете, та категория бытового прибора дома, который нацелен для реальной, серьёзной уборки. Я в шоке от того, что я увидела на тряпке после кухонной поверхности, честно, друзья. Это правда. Я удивлена и прям классно. Лёшка, я хочу другую попробовать. Носадки. Давай. Вот как раз сейчас посмотри. Ну, сама думала. Здесь. Так, здесь сняла. Ладно, легко. Это я, кстати, люблю. Когда всё хорошо подключается. Что здесь? Так. Ну, то есть ошибиться невозможно. Да, вот это мне, кстати, нравится. За это сразу говорю. Опа. Я говорю, это медицинский на стоматолог. Это что он? Предмет для стоматолога. Я сестилась спросить. Так. По всей видимости. До щелчка. Спокойно. Не знаю. Посмотри, покрути там. Да нет, всё легко оделось. А, да. Как снимается? Полуоборотная. 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 Очень классно. Знаете, что мне нравится? Мне нравится, как вот дорогие электроприборы держишь. Они такие все ладные, складные. Они такие плотные. Так всё до щелчка делается. Нет ничего вопреки. И ты понимаешь, как всё одно к другому подходит. Я люблю дорогие автомобили, кстати. Так. Дальше. Что нужно сделать? Ну-ка, запомнила ты мою инструкцию или нет? Выбрать поверхность. Так. Выбираем поверхность. Давай максимальная, потому что я пошла мыть жилище. Опять на максимум. Давай. Вот игорь, я не могу. Это вот стекло, да. И тут, соответственно, возле строит плиты, куда всё летит. Да ладно! Да ладно! Лёш, тебе видно? Я хочу, чтобы это перебида. Слушай, знаешь, туда надо фотографию какую-нибудь поставить, чтобы было видно, насколько это грязно было, да? Потому что, ну, кисичи, кисичи, кисичи. Даааа. Так, ещё одна насадка. Насадка специально для стёкол. Видели, да? Сашка что тут наделала? Это йогурт. Жирная такая консистенция. Попробуем, как вправиться. Насадка. Ой, ну идеально как раз. Снимает, конечно. Да, вот так вот. Раз, три, два. Ага, не поддаёшься? Здесь всё-таки надо по... Так, вот пару раз проникнуть. Тогда она... О-о-о! Какая красота! Тряпочки специальные. Для того, чтобы прям тряпочкой проникнуть. Сейчас я её сюда надену. И протру. Потому что здесь ещё остаётся какой-то... Тут надо уже не просто резиночкой, да? Тут вот уже надо... О-о-о! Вот это называется результат, да? Это называется чистота, Сашуля. Ну да, вот таким образом можно отмывать стёкла. Даже очень загрязнённые стёкла. Уху! Уху! Играет музыка. Играет музыка. Ну что, финальная часть нашего знакомства. Это, собственно говоря, швабра паровая. Так, вставили. Поставили на тряпочку. Включили регулятор на полную мощь. И ждем. Шнур, кстати, длинный. Ты хотела, чтобы я туда в коридор вышел? Нет, я хочу, чтобы ты помыл мне под порогом. После того, что я увидела на кухне, я хочу, чтобы здесь тоже было чисто. У меня здесь сложная грязь. Ну, естественно, ботинки постоянно. Нет, вот эти пятна, они какие-то уже не от ботинок. Они уже... Какие-то въевшиеся. Да, вот это вот что-то. Он порог у нас, смотри, тоже вроде как белый, но там все равно тоже есть. Ну, конечно, да. Все, поехали, она, по-моему, уже готова пустить свой порог. Вот это, кстати, важно. А она лишь за счет чего там скользит? За счет чего? За счет того, что я ее толкаю немножко вперед. Но она не тяжеленькая? Не, ну, отмывает, ребят. Да, тут, конечно, я сейчас покажу тряпку, я даже боюсь на нее смотреть, что там... Ой, я с удовольствием, как я представлю, что это вся грязь ушла с моего пола. Где коврик у нас лежал. Ну-ка, давай, давай, да, да, я люблю белые пороги и белые двери, да, друзья? Кстати, можно вот, если хотите, прижать дополнительно вот сюда за рукоятку взяться и так вот ее провести еще сюда, раз. А что, придать такое напряжение? Ну да, даже. О, да, идеальный мой белый порожек. Все, как я люблю. Я фанат уборки, я фанат уборки. Я люблю, когда дома чисто, я люблю такие штуки. Ну, там понятное дело, да, я даже боюсь... Нет, туда не надо, туда не надо. Да, уже все у нас, пока швабра один день у нас дома, мы с тобой сейчас наедем. Ну, вообще-то, да, это классно. Швабра умница. Ну, смотри, ну там, да, частички этой... Не, в любом случае, там чисто. Но, нет, там в любом случае, вернее, грязно, конечно, это же коридор. Еще как, да. Если здесь мы моем каждый день, там, да, раз... И вот, кстати, эта пробка, вот это еще важный момент. У меня, например... Здесь вот Сашкин вот у нас. Ботинки с улицы пришли. Тоже там можно, да, их убрать, потому что там поднимут. Ну, раз уж такая швабра. Да, уж раз такая, оказывается. Кстати, как она по уголкам, хорошо? Ну, да, вот хорошо все попадает. Покажи мне, вот этот уголочек, особенно, знаешь, за колодом. Туда проникает все. Я представляю, что пар проникает туда. В уголке мне вот это нравится. И знаешь, чего я ждала, и чего я рада, что я этого не вижу? Я боялась, что пар будет превращаться в какую-то влагу, которая будет оставаться... Вот он что-то... Ему надо оставить, высохнуть чуть-чуть, и все. Ну, это вот уже, конечно, крупные куски грязи вот это вот у тебя, это все понятно. Мне прямо нравится. Так, пошли тоже полы в гостиной, по-моему. Давай ты и на самое. Давай. Ребят, тоже всегда постоянная беда. Животные трапезничают. Ну, убери. Соответственно, мы сейчас здесь уберем под животными, как вы понимаете. У них вилок и ложек нет. Поэтому история вот такая всегда. Если есть животные, то паровая швабра будет вам в помощь. Да. Как говорится. Когда вот ты моешь пол, что ты намыла пол. Причем намыла, знаешь, его... Ну, вот бывает просто протер пол, а бывает прям намыла полы. Ага. Вот это дает ощущение намытых полов, просто идеальных, с кипяточком. Так, знаете, до хруста. Вот это я люблю. Кто любит такой вид уборки, ну, я люблю такой вид уборки, я думаю, что вы тоже его любите вот до хруста. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Проникай. Вот она. Да. И она вся прощается. И давай к двери покажем, как идеально будет твер. Вот что такое швабра Black & Dealer. Классная. Классная. у нас тряпочки. Ну, я их уже сполоснул, конечно. Надо было их оставить, наверное, грязно. Но, тем не менее, хочется увидеть, насколько они очистятся у нас в машинке. Все, положили. Чуть-чуть порошка. На такой режим. Запустили. Там написано до 60 градусов. Поэтому... Хлопок быстро поставь. Быстро хлопок? Да. Хлопок на 40 у меня. Вот туда, в ту сторону. А вот это хлопок? Да. Хлопок быстро. Это синтетика же. Это же микрофибра. А, да. Точно. Тогда это еще быстрее. Вода горячая не нужна. Там какая была температура? Вот надо быстро поставить. Быстро, холодная вода. Там до 60 можно, но мы вот оставим на свой. А, да. То есть мы вот с того типа экономим на этом режиме. И время. Отлично. Все, погнали. Супер, понеслась. То есть у нас туда просто порошок. Да. Проверим потом, что получилось. Давай. Чистота. Чистая и порядок. Ну, чистенькие. Постирались. Прям уже даже сухенькие. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...